Вот мы, так сказать, возвращаемся теперь к истокам. На 21 год назад. Когда мы сидим еще вместе, ничего не придумав. Но уже пьем хороший кофе в когтепелье. И вот едва-едва мы были знакомы так. Шапочно. Шапочно были знакомы. Шлемно. И вдруг мы решаем, значит, слушая по радио, там точка, и там все время, значит... А на улице идет дождь. Дождь красивая. Мы пьем уже кофе долго-долго-долго, а дождь все идет. И мы слушаем точку. Там, значит, Розенбаум с Исаулом. А Крым еще наш. А Крым еще наш. Да, 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 да. Вот, видите, это же... 21 год назад. Это в той жизни еще было. Да. Газманов там... Да, Исаул... Исаул... Харунжи. Харунжи и так далее. И вот мы сегодня... Расторгуев, это гениальная была вещь, когда спросили Николая Расторгуева, а почему в песне «Комбат», вы понимаете, «Комбат», «Е-Комбат», «Е-Комбат». И тогда еще заслуженный артист России, сейчас-то народный, он так подумал и сказал, я сам слушал, сказал, «Ну, это так муж с ней». Я расшифровал потом это слово, действительно, муж с ней. Да, так вот, вспомните, пожалуйста, 21 год назад все бы думали, будет гражданская война или не будет. Кто родился 21 год назад, не вспоминайте. Да, лучше не надо, да. Да мы и сейчас начинаем об этом думать, да. Вроде прошло столько времени, а все возвращается. И вот мы сидим, сидим и думаем, давайте вот что-нибудь такое... Потому что мы втроем поем песни, которые не похожи на то, что мы поем по отдельности. Вот давайте что-то непохожее такое придумаем и выпустим сразу альбом под не своими именами, чтобы нас никто не узнал. Альбомами решили выбрать фамилии, решили выбрать девичьи наших матерей. И получилось бы вот... Я понимаю, теперь сгадали, почему они-то настаивали на этой имени. Да, очень интересно получилось. Вадим и Валерий Кочаровские и Леонид Овсянко. Ну, между прочим, в Беларуси моя фамилия девичья, маме написалось, стояла первая в классе, Аусянко. Аусянко? Аусянко. Аусянко, да. Аусянко, да. Ну, так как у нас все-таки... Хотя у нас большинство... Шляхта такая, знаете, понимаете. Будённого она ведь не было, в 20-м. В конце концов, мы выпустили таки альбом. Под девичьими фамилиями наших отцов. Да, 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 да. И вот хотим несколько произведений из этого альбома. Первое называется «Крымский вальс», поскольку, да, все-таки в Крыму все начиналось. «Красно-белый цикл», да. По-моему, там все и закончится. Это, пожалуйста. Это через Астрахань, сейчас уже все к Крыму ближе. Ну вот, когда мы услышали... Кстати, у Валерия Леонидовича жена из Астрахани. А почему из Астрахани? А при чем? Сейчас все об этом... А, ну... А в Голодовке, да? Да, в Голодовке. Вот я с ним тоже мало чего ел, поэтому... Да и что-то мы как-то... Исоединяюсь как. Ну, давайте политики... Ну, почему он... Я не знаю. Потому что сейчас «Красно-белый» вальс будет. Когда мы услышали эту песню, неожиданно... Когда шел раздел Черноморского флота... Да, да. А передача была такая передача, я еще помню, «Служу России». Да, помню, она сейчас сейчас идет, да? И вот на фоне раздела Черноморского флота, это было давно уже... Шла в этой песне, она привела совершенно другой смысл в этой передаче. Неожиданно. А мы думали совершенно другого. Служа. Да. Кто-то вернется сюда Грузом больших якорей, Кто-то вернется судьбой Раненой в жарком бою, Кто-то вернется живой Вместе с другими в строю. Волны красивейших лет В югу приходят теплей, Не отморите в варек Смертное ржанье коней, Чей обрывается вверх Улы пробивших седло Белая газ и снег Кружит над царским седлом. Белая газ и снег Кружит над царским седлом. Белая газ и снег Кружит над царским седлом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok